Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня к этому часу. В Самаре предотвращен теракт. Мишенью боевика из Усть-Кенельского едва не стал полицейский автомобиль. Проводили зиму рекордом. 2000 блинов съели горожане только за полтора часа на площади Куйбышева в прощенное воскресенье. Ленинградской симфонии Шостаковича 75 лет в Самаре сыграли юбилейный концерт. Теракт в Самаре предотвратили в праздничные дни сотрудники ФСБ в результате спецоперации. Житель Усть-Кенельска планировал взорвать машину с полицейскими. Несостоявшимся подровняком оказался 20-летний парень, которого завербовали в запрещенную в России группировку «Исламское государство». В ИГИЛ его приняли по интернету. Пособники террористической организации в Дагестане ему прислали инструкцию, как сделать самодельную бомбу, и перечислили 20 тысяч рублей. И на эти деньги он купил компоненты для изготовления взрывчатки. Дома у молодого человека обнаружили детали бомбы и детонатор. Ранее он уже попадал в поле зрения органов безопасности, как член запрещенной религиозно-экстремистской группы, которую ликвидировали в апреле 2016 года. Тогда его оштрафовали за размещение в сети интернет материалов террористического характера. Сейчас мужчине грозит уже уголовное преследование. Полторы тысячи человек в День защитника Отечества отдали дань памяти воинам, погибшим на полях сражений. Церемония возложения цветов к вечному огню традиционно прошла на площади славы. В этот же день глава Самар-Олег Фурсов вручил городскую награду участнику войны в Афганистане и Чечне Александру Ярославцеву. Валерия Макарова подробнее. Утром 23 февраля на площадь славы вышли полторы тысячи самарцев. Они несли цветы к вечному огню в память о тех, кто положил свои жизни в Великую Отечественную войну, афганскую и чеченскую. Горельеф у скорбящей матери в одной колонии шли ветераны, первые лица области и города, представители духовенства, общественных организаций. Закончилась церемония минуты молчания. Вечная слава героям, погибшим защитникам Отечества. Вы знаете, в этот день я всегда вспоминаю Великую Отечественную войну и тех товарищей, с которыми я воевал. Мы стремились попасть первыми в бой, хотя мы знали, что каждую секунду мы можем потерять жизнь. Этот день особенный и для ветерана Афгана и Чечни Александра Ярославцева. Он командовал легендарным 81-м мотострелковым полком, что в составе группировки «Север» участвовал в штурме Грозного. А 31 декабря 1994-го попал в окружение при выполнении боевой задачи. Тогда был ранен и сам командир Александр Ярославцев, после награжден орденом мужества. Я иногда сравниваю на вокзале боевые действия, которые у нас происходили в Грозном, это с Брестской крепостью. Почему? Потому что они оказались у меня окруженными со всех сторон на вокзале. И там они со 131-й Майкопской бригадой, мой батальон первый, и Майкопская бригада один батальон, они сутки держались и дрались в полном окружении. С Днем Защитника Отечества военного лично поздравили глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова. Хотим поблагодарить вас и вручить награду городскую за ту работу, которую вы проводите в городе, и по увековечиванию памяти своих коллег, и по воспитанию молодежи. Спасибо большое. Теперь рядом с боевыми наградами почетное место на Кителе займет и этот нагрудный знак за заслуги уже в мирное время. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Зима на свидание, весне дорогу. В Самаре широко отпраздновали Масленицу. Народные гуляния в Самаре в этом году по масштабу могут сравниться лишь с празднованием новогодних праздников. Проводы зимы проходили во всех районах города. Центром стала площадь Куйбышева. Марина Матвейшина попробовала масленичные блины и встретилась с весной в гостях у Деда Мороза. Стой! Кто идет? Это я! Масленица! Да ну! Пришел! Пришел! Широкая Масленица пришла и в Самару. На площади Куйбышева, кажется, собрался весь город. Самарцы провожают зиму весело, громко и ярко. С шутками-прибаутками и песнями-плясками. С шутками-плясками-плясками-плясками. Много народу, большие гуляния, много конкурсов. Детям нравится и нам тоже. Музыка, свежий воздух и хорошее настроение пробуждают аппетит. И, конечно, самарцы не остались без главного масленичного угощения – блинов. Очередь за блинами растянулась на несколько метров, но движется она очень быстро. К празднику испекли две тысячи блинов и угощают ими совершенно бесплатно. Подкрепились, можно и удаль молодецкую испытать. Гиревой аттракцион, перетягивание каната и подъем на столб. Изо всех сил пытаются парни добыть призы. Кто для себя, а кто на девушку впечатление произвести. Музыка, молодец. Юные самарцы от взрослых не отстают. Соревнуются между собой в самых невероятных способностях и талантах. А в избе Деда Мороза в это самое время важные гости – сама весна. И ребята, и взрослые могут встретиться с ней. Но пройти к домику не так-то просто. Сначала нужно преодолеть множество препятствий, разгадать загадки Емели, перехитрить Бабу-ягу и не заблудиться в лабиринте. И после всех испытаний – долгожданная встреча с весной. А в лесу подснежники расцвели. Расцвели. Ой, ты ясно, солнышко, посвети. Посвети. О-о-о. А вот и солнышко, куда нам пришло. Как провожают самарцы зиму, с высоты 23 метров наблюдает огромное масленом. Конструкции поражает и своими грандиозными масштабами, и красотой. Вся площадь украшена в русском стиле, что задает особый характер народным гуляньям. Очень много людей сегодня на площади Куйбышева. Город постарался сделать так, чтобы здесь было очень интересно. Разные аттракционы, очень много сюрпризов для маленьких наших самарчан. Я тоже пришел сегодня с ребенком, с младшим. И он в восторге от того, что увидел сегодня на площади. Самарцы хорошо умеют отдыхать, хорошо праздновать и, соответственно, хорошо работать. Город заслуживает этого и таких праздников, и таких замечательных мероприятий. Мы видим, как это востребовано. На площади развернулась настоящая народная ярмарка. Более ста мастеров Самары, а также Пензы, Ульяновска, Нижнего Новгорода представляют мини-шедевры народного творчества. И тут же проводят мастер-классы для всех желающих. Широкая масленица удалась на славу. Празднуют ее в Самаре не только здесь, на площади Куйбышева, но и в отдаленных районах. Марина Матвежина, Артем Сулайманов, События. Никогда не унывать, а всех блинами угощать. Наша редакция подвела итоги вкусного конкурса на самый лучший рецепт блинов в честь масленицы. Зрители выкладывали свои оригинальные рецепты в социальные сети с хэштегами «Масленица Самара» и «Самара Гиз». Зрительница Евгения Бовичева поделилась рецептом блинов без муки, а Ольга Аларина украсила кулинарные изделия своими стихами. Все подробности конкурса и рецепты ищите в нашей официальной группе ВКонтакте. Евгения отправляется лакомиться чем-нибудь вкусненьким в кофейне «Конфитюр», а Ольга смотрит кино в «Киновертикаль». Совсем скоро стартует новый конкурс к 8 марта. Следите за обновлениями. Последним днем праздничной недели стало прощенное воскресенье. Сегодня у православных христиан начался Великий пост. Самый продолжительный и строгий в году. Людям советуют соблюдать умеренность в еде, обходиться без мяса, яиц и молочных продуктов. В первые два дня и вовсе голодать. А вот беременным, больным и людям, занятым тяжелым физическим трудом, советуют придерживаться не такого строгого поста. Верующих накануне благословил патриарх Московский в Сеаруси Кирилл. Он отметил, что истинный пост – это не только диета, но и очищение мыслей. Пост продлится 7 недель и завершится Пасхой. В этом году все конфессии будут праздновать ее в один день – 16 апреля. Далее коротко о других событиях дня. Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии. Это произошло в воскресенье, 26 февраля, примерно в 15.30. Заметив дым, водитель остановился и попытался сам затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном отсеке. Люди быстро вышли из салона, никто не пострадал. К моменту прибытия пожарных автобус уже выгорел. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание. В Охвестневском районе в пруду утонули двое детей. Два 11-летних мальчика погибли в водоеме около села Красные Ключи. На место происшествия была вызвана скорая помощь, но дети скончались до прибытия врачей. Обстоятельства трагедии устанавливают специалисты. В Самаре отремонтируют Волжское шоссе уже в этом году. Областной Минтранс сейчас ищет подрядчика для ремонта дороги на участке от Демократической до Московского шоссе. Из бюджета на это выделено 215 миллионов рублей. Ремонт должны завершить до 31 октября этого года, примерно за полтора месяца до открытия развязки на Московском, примыкающей к этой дороге. Изменился график работы самарских судебных приставов. Об этом сообщает сайт ведомства. Теперь прием граждан открыт во вторник с 9 до 13 и четверг с 13 до 18. Заместители старшего судебного пристава принимают по средам с 9 до 13 и с 14 до 18. Записаться можно при помощи электронного сервиса на официальном сайте управления. Время консультации одного человека ограничено 20 минутами. Погода в Самарском регионе бьет все температурные рекорды. В субботу сразу в нескольких районах потеплело до 2 градусов выше нуля. Тем самым перекрыт максимум, зафиксированный еще полвека назад. Синоптики отмечают, что оттепель задержится в губернии как минимум до середины наступившей недели. Во вторник и среду днем мы увидим на шкале термометра плюсовые значения. Правда, по ночам будет подмораживать. Также ожидаются небольшие осадки в виде снега. В начале марта в Самаре стартуют Дни корейской культуры. Из южнокорейского города Тханьон приедет делегация. Их ждет концерт классической музыки в исполнении творческих коллективов Самары, выставка изделий прикладного искусства и презентация туристического потенциала двух городов Самары Тханьона, которые называют городом художников и морских побед. Южная Корея – один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на непростую международную обстановку, двум странам удалось сохранить динамику политического диалога и продолжить сотрудничество. Партнерские отношения двух городов длятся больше года. Весной и летом Самару посетила южнокорейская делегация, а осенью с ответным визитом в Южную Корею отправилась наша. Исторический концерт как воспоминание и как повод для гордости. Оркестр Самарской филармонии исполнил седьмую симфонию Шостаковича. Это музыкальное произведение тесно связано с Самарой. Именно в нашем городе, тогда еще Куйбышеве, Дмитрий Шостакович написал четвертую, заключительную часть симфонии. И именно в Куйбышеве она была впервые исполнена в 1942 году. На юбилейном концерте побывала Олеся Корецкая. Концерт, пропитанный историей, открывает сюита из балета «Золотой век». Раннее произведение Дмитрия Шостаковича, тоже с темой столкновения советского и враждебного ему фашистского мира. В свое время вызвало немало споров среди критиков. Главное событие вечера – седьмая симфония, ленинградская. Завершенная в Куйбышеве, она была впервые исполнена здесь же и сразу облетела весь мир. Артур Тосканини, продирижировав этой симфонии, сказал, что народ, который способен создавать такую музыку, непобедим. И действительно, играя эту симфонию и слушая ее, мы понимаем, что в ней заключена огромная сила. Четыре части, каждая из которых передает трагедию Великой войны, страх перед захватчиками, борьбу и веру в победу. Вопреки расхожему выражению, когда говорили пушки, музыка композитора не молчала, а кричала, говорят эксперты. Говорят, что вообще Шостакович написал эту симфонию, не исключено, что даже до войны начало было положено. И якобы, как пишут искусствоведы, что даже и не теме войны она была посвящена, а теме вот этой тяжелой ситуации сталинской в нашей стране. Это, конечно, спорный вопрос, но все-таки тем не менее такая точка зрения есть. Он настолько мне близок по эмоциям, по ощущениям. Вот просто мой композитор. В холле филармонии, как иллюстрация к музыке, картина самарского художника Юрия Филиппова. Как и Дмитрия Шостаковича, его волновала тема насилия и военных угроз. Ну и отсюда появляются такие картины. Появились такие картины, как «Гроза над Волгой», «Древние жигули», «Террористы и заложницы», «Терроризм» и «Седьмая симфония Шостаковича». Седьмую симфонию называют великим музыкальным и политическим событием. Она продолжает волновать мир. Музыка о борьбе с любым проявлением насилия по сей день остается актуальной. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Футбол в Самаре больше, чем футбол и интеллектуальная игра с таким названием прошла в Самаре среди игроков, школьники и студенты колледжей. Это один из этапов большой акции «Самара ждет чемпионат», который проводит дирекция 2018. Акция стартовала еще в декабре 2016 года. Свои знания о футболе проверил и Андрей Горгуленко. Рубрика «Самара в игре» продолжит эфир. Команда «Фифасики» школы номер 149 знает о футбольном чемпионате мира все. И кто самый результативный игрок, и сколько раз родоначальники игры были чемпионами. Футболом ребят увлекаются давно, а потому вопросы интеллектуальной игры не стали для них сюрпризом. Вообще вопросы были не такие сложные, так как мы с друзьями очень хорошо разбираемся в футболе. В свое время сами тоже играли, поэтому все вопросы не создавали так особой сложности. Вопросы игры касались истории города, Самары, истории футбола и, конечно же, истории чемпионатов мира. Игра проходила в формате «Что, где, когда?» Вопрос, минуты на размышления и, внимание, правильный ответ. Мы надеемся, что они получат удовольствие от процесса, и тем более, что это такое некое командообразующее мероприятие. Мы надеемся, что ребята сегодня отвечают на вопросы, а через полтора года будут принимать участие в качестве волонтеров во встрече гостей на территории нашего города. Победители игры, кроме призов, получили баллы в общий рейтинг. Впереди еще один этап в апреле. Квест по Самаре, итоги которого определяют, какая команда станет лучшей в общем зачете. Победителя назовут в мае. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. А теперь коротко о других событиях дня. Женщина года. Лучшие в профессии и общественной деятельности получили премию губернатора. Оттепель, мороз, теперь снегопад. Как в Самаре устраняют последствия капризов природы. Быть ли золотой маски? Театр оперы и балета вернулся из столицы с показа оперы Шостаковича «Леди Магбет» Мценского уезда. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже больше 12 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи всем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова